Статистика заболеваемости коронавирусом в Кыргызстане растёт вверх. Четвёртый день подряд в стране регистрируется более 500 новых случаев. И хотя ситуацию прогнозировали заранее, динамика неприятно удивляет. Цифры растут каждый день. Больше всего заразившихся COVID-19 в столице – 135 человек за последние сутки. Следом идёт Баткенская область – 112 пациентов и Джалабадская область – 91 заболевших. Действия на опережение столичной власти предпринимают меры. На сегодняшний день в больницах Бишкека около 200 свободных мест для госпитализации больных пневмонией и коронавирусом. В случае большого наплыва пациентов откроют и законсервированные ранее дневные стационары. Тем, у кого заболевание проходит в лёгкой или в среднелёгкой форме, медики рекомендуют лечиться дома. Подготовлены по четырём районам 26 мест для разворачивания. Сейчас они законсервированы, но это рассчитано на 1450 мест для оказания медицинской помощи нашему населению. Но в то же время сейчас объединённые центры семейных медицины все семейные врачи оказывают медицинскую помощь совместно с мобильными бригадами, которые у нас уже начали работать с 10 октября. Некоторым больницам пришлось остановить приём пациентов. Так, в Национальном центре онкологии и гематологии приостановили госпитализацию пациентов в основные отделения после обнаружения в них заболевших коронавирусом. На карантин отправили как врачей, так и пациентов. Однако госпитализация экстренных пациентов проводится в обычном режиме, отметили в медучреждении. Ограничительные меры в связи с ростом заболеваемости снова вводят в некоторых регионах страны. В Джалабаде на определённый срок закрыли крупные рестораны, интернет-клубы и бильярдные. Как сообщает пресс-служба мэрии, авторынок в городе также приостановил работу. Ввели ограничения и на работу точек общепита. Кафе будут принимать посетителей только до 20.00. Маски, перчатки и социальная дистанция по-прежнему строгая необходимость для того, чтобы передвигаться в транспорте и в общественных местах. Власти призывают соблюдать максимальные меры предосторожности. Именно беспечность тех, кто, несмотря на все предупреждения, продолжает игнорировать правила, не позволяет Кыргызстану выйти на плату по заболеваемости коронавирусом, говорят в Минздраве.